Всем привет! Меня зовут Нина, мне 12 лет. Я учусь в Лилл Скул. Вот-вот наступит лето. А вы знаете, что в тропиках лето длится круглый год. В зарослях цветов порхают прекрасные птицы, зреют диковинные плоды. Вот такие, как на картинках чилийской художницы Майи Ханиши. Давайте сегодня порисуем экзотическую птицу. Итак, начинаем. Для сегодняшней работы нам понадобится квадратный листочек бумаги, карандаш со стиражкой и набор ярких красивых фолломастеров. Итак, посередине нашего квадратного листочка мы рисуем овал, похожий на яйцо. Это будет тело нашей птички. Вот такой. Теперь мы рисуем клювик. Для этого мы стираем вот эту часть нашего яйца и рисуем вот такой треугольничек. Наша птичка будет смотреть вот сюда. Делаем его ровным и аккуратным. Вот так. Теперь мы рисуем крылышки. Опять стираем часть яйца и рисуем крылышко. И перышки на конце. Вот так. Теперь рисуем кусочек второго крылышка. Целиком одно не видно. Мы рисуем ножки. Вот так. Две палочки и по три пальчика на каждый. Отводим голову от тела, потому что они у нас будут разных цветов. Так нам будет гораздо удобнее раскрашивать. И рисуем глазик. С израчком. Нарисую глазик немножко побольше. Вот такой. Теперь нам осталось нарисовать хохолок. Рисуем одно перышко. Второе. И третье. Вот так. Наша птичка готова. Теперь нужно нарисовать ей окружение. Сначала я нарисую, на что она смотрит. Сейчас мы нарисуем ананас. Я рисую овал. И вот такие листочки. Один. Второй. И третий с одной стороны. И еще три с другой. Будет очень красиво, если листья будут расположены несимметрично. Теперь я рисую вот такие квадратики. Это чешуйки нашего ананаса. И рисую червячка. Вот такого длинненького, который высовывается из ананаса. Он тоже смотрит на нашу птичку. Вот так. Другой конец червячка я рисовать не буду, потому что ананас большой и хвостик червячка находится внутри. Теперь я нарисую еще несколько фруктов. Дорисую инжир. Он рисуется вот так. Сначала круг. А потом вот такая фигура на его вершине. И стираем перемычку между ними. Провожу вот такую линию, чтобы было удобнее раскрашивать. Это кожица инжира. И сердцевинка. Вот так. Теперь я нарисую апельсин. Его рисовать легче всего. Рисуем просто кружочек. Рисунок на нем я добавлю позже, не буду его намечать карандашом. Под апельсином я нарисую пару листочков. Вот так. Теперь я нарисую разные цветы. Для первого цветочка я рисую сам цветок вот такой сложной формы. Рисую стебель. Второй цветочек поменьше. И листики. Вот так. Теперь я нарисую цветок, похожий на тюльпан. Опять рисую стебель и листочки. Вот так. Нарисую еще один цветок другого типа. Из него будут торчать вот такие симпатичные тычинки. По три штуки в каждом цветке. И листики. Декор на цветках я добавлю позднее. Вот так. Теперь нарисую еще один цветок вот здесь. он будет овальный. Он будет овальный. Стебель и листочки. Декор на цветках я добавлю позднее, а сразу фломастеру. Вот так. Теперь я намечу несколько веточек, на которых потом будут ягоды. Например, еще вот сюда. Стараемся, чтобы композиционно веточки смотрелись хорошо. Например, если у меня есть веточка вот здесь и вот здесь, значит мне надо добавить еще одну вот сюда. То вот эта часть рисунка будет перевешивать. Вот я так и сделаю. Вот так. Сами ягоды я тоже потом нарисую сразу фломастером. Теперь я добавлю несколько обычных маленьких веточек. Смотрим, где у нас остались пустые места и добавляем их туда. Не забываем про композицию. Несколько листиков. Стараемся заполнить весь лист. Но при этом, чтобы с каждого края остался примерно по полсантиметра пустого пространства. Так будет смотреться очень выигрышно. Ну, вот так. И добавлю еще немного цветочков. Обыкновенных пятилистных. И, пожалуй, на пузике у птички я тоже сделаю цветочек. Вот, шестилистный получился. Вот такой. Добавлю еще немножко маленьких ягод. Например, вот сюда. Вот сюда сделаю даже три штуки. Вот где у меня пустые пространства остались. Сюда. И, пожалуй, еще вот сюда. Вот так. Ну, все. Карандаш и стиражку я откладываю. И беру фломастеры. Для начала я возьму желтый. Начну раскрашивать с пузика нашей птички. Полностью заливаю его желтым цветом. Цветочек пока не трогаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так. И быстро, пока у меня еще желтый не высох, я беру желтый чуть-чуть потемнее охру. Чтобы получить этот оттенок, надо в желтый добавить немножко коричневого. И вот так вот быстренько обвожу пузик по краям. Сейчас объясню, для чего это нужно. Тут даже чуть потолще сделаю. Так. Вот. Теперь я снова беру желтый и сглаживаю переход между желтым и охрой. Получается очень красивый переход. Здесь очень красивый переход. вот видите животик нашей птички получился очень объемно вот так охру пока можно положить на место и возьму еще желтый цвет и добавлю еще желтых деталей в работу например желтым будет мой ананас и скажем вот этот цветок в цветке я тоже добавлю небольшую тень около основания вот так и еще сделаю некоторые ягоды желтыми ягоды у нас будут разноцветные поэтому вот рядом с веточками добавляем вот такие желтые кружочки делаем их не очень много а пока вот так потом возможно добавлю еще немного желтых деталей возьму охру и сделаю некоторые ягоды вот так тоже потемнее делаем ягоды аккуратными никуда не спешим теперь я возьму ярко-красный цвет и раскрашу цветочек на пузике нашей птички вот так теперь я добавлю еще немного красных деталей вокруг а пока я рисую я расскажу вам немного интересных фактов о джунглях слово джунгли произошло от санкскритского слова необработанные земли потому что джунгли это такие большие участки ну не тропических лесов но заросли разных тропических растений которые действительно очень сложно выжигать и обрабатывать потом после них землю вообще джунгли отличаются от тропиков тем что в тропиках растут очень очень много разных толстых и больших деревьев которые полностью заслоняют видимость и не дают расти другим растениям поскольку эти растения не получают солнечного света а джунгли это заросли в основном различных кустарников очень высоких таких как например бананы это даже трава представляете еще благодаря мультику король джунглей королями джунглей называют львов это неправда потому что львы в джунглях вообще не живут они предпочитают саванны и редколесье но вот разные виды попугаев это пожалуйста разные как аду ара ара вообще очень интересные попугаи они живут даже до 100 лет представляете и могут выучить очень много слов правда содержать их в неволе очень трудно ара для ара нужна большая клетка и регулярный очень тщательный уход поэтому пусть лучше живут на воле правда вот так я оставляю некоторые участки белыми потому что вот в инжире в этой мякоти есть маленькие семечки еще джунглях настолько влажно что там постоянно идут дожди их называют тропическими ливнями еще ливни там идут настолько часто что выражение после дождичка в четверг там буквально каждый день еще эти ливни отличаются тем что они идут очень быстро и скоро проходят добавлю немного розового чтобы был красивый переход на этом цветке из-за очень большой влажности в джунглях у растений у которых очень большие листья в этих листьях постоянно собираются лужи и в этих больших лужах живут маленькие древесные лягушки древолазы в эти лужи они откладывают икру и представляете там выводятся головастики древолазы очень красивые лягушки но трогать их не стоит они очень ядовитые поэтому лучше любоваться ими издали в этом рисунке у нас будет определенная цветовая гамма вот я использую красный цвет желтый оттенки я не считаю там вроде розового охра вот с основные цвета оранжевый бирюзовый и фиолетовый вот стараемся использовать только их ну черный не считается но он тоже нужен так оранжевый раскрашиваю апельсин я пока что на фруктах и цветах декор не делаю пусть они сначала высохнут так будет красивее они не расплавутся грамотно 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 в грамотне которые они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разных... Немного странных цветов, например, фиолетовых растений я тоже нигде не видела. Но у нас же сказочные джунгли, правда? поэтому мы можем брать любые цвета и мы можем брать любые цвета и мы можем брать любые цвета и мы можем брать любые цвета Продолжение следует... У ананаса я раскрашу только некоторые листья, остальные маленькие будут черными для контраста. Продолжение следует... Теперь я добавлю небольшие тени и различные оттенки. И кое-где пятнышки. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь я возьму черный и буду делать различные детали. И добавлять контраст. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok